Здравствуйте, дорогие друзья! Начну я с того, ну, начинать лучше с очевидностей. Я начну с географии. Россия, как вы знаете, самая большая по географической протяженности страна. И уникальность ее заключается также в том, что она рекордсмен по границам. То есть 18 стран граничивают с Российской Федерацией, штаты Япония по морю, остальные по суше. И таких стран больше нет. Но даже не это особенно в данном случае количество государственных образований, соприкасающихся кожа к коже к Российской Федерации. То есть если мы людей сравним со странами, то это как бы люди, прикасающиеся кожа к коже. Ну и в принципе сосед это человек в каком-то смысле важнее родственника. Это родственники могут ссориться, драться, мириться и ходить по кругу в дурной бесконечности постоянных ссор и выяснений отношений. С соседями так нельзя. Вся отношение к соседу гораздо более трепетное, опасное и серьезное. Потому что однажды поссорившись можно заложить мину на всю оставшуюся историю до страшного суда. В общем 18, беспримерное количество соседей, 18 соседей Российской Федерации формируют нашу особенную... В общем они о многом говорят, скажем так. Кроме того, если посмотреть какие собственно страны граничат с нами, то мы поймем еще одну характерную особенность нашей страны. Потому что наши заклятые друзья, они граничат в общем-то с такими же как они сами. Допустим возьмем Соединенные Штаты. Это континентальная страна, имеющая выходы двум океанам, занимающий полконтинента. И она граничит на севере с такой же, как она сама, Канадой. То есть там нет кризиса идентичности. Такие же люди в том же цивилизационном поле живущие. А ниже находится у них, там южнее находится Мексика. Это тоже такой понятный сосед, который в принципе такой же, потому что это христианская цивилизация, только победней, подиковатей как бы там, ну со своими особенностями. Ну в принципе это те же люди. Если Европу рассмотреть под этим углом зрения, то, скажем там, поляки имеют счастье, соседствуют с такими же как они людьми. Там где-то словаки, украинцы, немцы. То есть это в принципе одна и та же цивилизационная каша. Если мы посмотрим на Россию, то мы, смотря откуда начинать, ну вот допустим, если мы начинаем там где-то с Прибалтики, Норвегии, оттуда, то там мы граничим с комплексно и полно представленным протестантским миром. Протестантский мир Северной Европы. Это свой такой, это ответвление христианской цивилизации европейской, но довольно самобытное. Северная Европа, она специалисты знают, она сильно отличается психологически, исторически, в отношении религиозности своей. Вот там мы с ними плотно соприкасаемся. Дальше мы идем, если ниже, то мы граничим с Польшей. Это может быть последняя европейская надежда католицизма. Поскольку католицизм терпит каждый день поражение в борьбе за паству, и уже давно сменился этнический цивилизационный состав католической церкви. Это не зря нынешний папа аргентинец. То, что было страшно представить себе в течение долгих столетий, что ни итальянец, а даже ни европеец возглавит римскую церковь. На самом деле надеждой католической церкви является черный континент и Латинская Америка. Европа отдала веру, по сути вытрала об нее ноги и умыла руки. Мне не надо это, я этого не понимаю больше, я этого не хочу. И Польша это может быть единственная европейская надежда католицизма. Все остальное счахло, сдулось, сгнило. По сути скоро выветрится. Если только что-то воняет долго, а вообще уже сильный ветер перемен снесет все это. Оно не нужно никому. У этого есть большая доказательная база, это отдельная тема. Я мог бы ее раскрыть, если бы это была наша задача. Польша, это моноэтническое почти, что монорелигиозное, уникальное государство в центре Европы. Со своими амбициями, со своими фантомными историческими болями, со своей гоноровостью, со своей неисправимостью. Это наш сосед. Долгий сосед, с которым мы воевали, делили, членили, получали от них, давали им. Вот это значит такое интересное соседство. Дальше, те, которых ближе нет, вроде бы, но которые страшнее всех оказались. Наши вчерашние братушки, сегодняшние заклятые друзья, украинцы, которые в поиске самоидентичности, по сути, выбрали модель задержанки. И за дядю, который платит, готовы порвать любые принципиальные связи и наступить на любую песню, на собственное горло. И мы с ними граничим. Насколько это опасное соседство, мы только сейчас начинаем переосознавать. Алексей Михайлович воскрес в памяти, Переяславская рада, всякое остальное. И вот мы только сейчас понимаем, как это все надо было отцифровывать в голове и понимать всю серьезность этого странного братского соседства. Дальше мы пошли в Молдову, в Грузию. От Грузии отделились, Грузия не признает Осетия и Абхазия, а мы их признаем как субъектов. Это православные страны Кавказа, это тоже наши соседи. Очень интересные соседи. Дальше мы заходим в границы с исламским миром, там такое зеленое подбрюшье нашей страны. Это огромный океан исламского мира. Причем государственные границы у нас не со всеми есть. Таджикистан, Узбекистан, они не граничат с нами, но они очень близкие к нам по советской истории, облегченно попадают сюда и все знают, что иногда из этого получается. Это наши исторические соседи, но не обязательно государственные. А вот государственные мы граничим с шиитским Азербайджаном и с суннитским Казахстаном. То есть получилось две самые яркие разделительные черты, вернее одна черта, две части исламского мира. Это сунниты и шииты, они являются и те, и те нашими фронтирами, нашими соседями. Потом мы пошли в Монголию. Что такое Монголия? Надо отдельно изучать этот вопрос. Мы про нее мало слышим, она никому не угрожает, ни на что не претендует. Но это свой отдельный мир, который отложил большую такую шрам на нашей общей родовой памяти исторической, поскольку эти пассионарии, бывало время, доходили до Будапешта. То есть этот мир тоже нужно знать. Это интересный мир. И дальше мы идем к Китаю и к НДР. Эти вот миры буддизма, да, сизма, там чего-то там еще чего-то. Я сейчас перейду к чему это, собственно, говорю. И потом по морю, повторяю, мы граничим с Японией и Соединенными Штатами. Таким образом мы не просто граничим с большим числом стран, что требует от нас пограничной службы, там, значит, каких-то там таможенных пропускных пунктов, приграничной торговли и всех остальных этих пряников, которыми занимается неизбежно каждое государство. Это еще означает, что мы граничим со всеми, со всеми религиозными мирами, которые существуют в мире. Каждый из этих стран, которые являются нашим соседом, является представителем того или иного религиозного мира. И носителем той или иной специфической или уникальной религиозной идеи. Если ты хочешь, то есть россиянину не нужно покидать границы своей страны для того, чтобы аутентично окунуться в любую религиозную сферу. Если тебя интересует алтайский буддизм, там, что тебя там интересует, что сегодня интересует человека. С одной стороны, ничего. То есть нужно со скорбью признаться, что подавляющее большинство людей не заинтересовано, так в глубоком смысле слова, чем-либо таким, что выходит за рамки потребительской корзины. Или лично в здоровье. То есть человеку мало что надо. Это знают хорошо учителя. Они прям хоть присядку пляшут, чтобы заинтересовать слушателя. Начинается со школы. Преподаватели в школе не знают, как завлечь внимание ученика. Как его завлечь и удержать. Что сделать, чтобы ему было интересно. Интерактивные доски, какие-то поездки, какие-то там то, сё, какие-то фильмы, музыка. Поэтому люди очень быстро включаются и быстро выключаются. С одной стороны, человеку ничего не интересно современному. С другой стороны, в силу именно своей пустоты, человеку может быть интересно всё. Поэтому пустые времена, они отличаются таким понятием, как религиозный синкретизм. Такая мешанина такая. Ну, как любимое блюдо интеллигенции, это каша в голове. Всё интересно человеку. Когда он всех блох изучил, как бы слонат, впрочем, я и не заметил. Так вот, россиянину для того, чтобы познакомиться с любым религиозным миром, не нужно выезжать за пределы своей страны. У нас, мы тесно граничим, а значит, и трансграничим с католицизмом, протестантизмом во всех их изводах. Не говоря уже про эти современные религиозные культы, которые вообще не имеют границ. Какое-нибудь неоптедесятничество, например, или ещё что-нибудь такое. Оно просто как бы инфильтруется в любое общество. А такие классические, устоявшиеся цивилизационные и религиозные модели, они все являются нашими соседями. Следовательно, сам факт того, что Россия именно такова географически, говорит либо о том, что русские религиозно гениальны, что они умеют жить по соседству из чистоплотной узбекской семьёй, из 18-й человек, и по соседу с немецким бюргером, который там плохо говорит по-русски, но ты с ним дружишь, потому что он хороший человек как бы. Ты можешь жить нормально и рядом с монголом, и рядом с кем-то там ещё, не теряя своей самоидентичности. Ты остаёшься русским человеком. Живя в Монголии, ты в монголы не превращаешься. Живя в Прибалтике, ты не становишься прибалтийским немцем, остдзейским. А живя, например, на Кавказе, ты не становишься представителем этих этносов и этих религиозных миров. Ты сохраняешь своё, но ты умеешь жить со всеми по соседству. Это как факт, может быть, фактор нашей национальной гордости. То есть раз мы фактически смогли так распространиться и фактически живём в принципе в мире, за исключением самого парадоксального последнего случая в истории, это русско-украинская война. Это парадоксальный, катастрофический, срежиссированный и пропущенный нами гол в свои ворота. Ну это как бы понятно, что это отдельный разговор. И про него ещё будет, 50 лет ещё будем говорить. А в остальном русские показывают себя как люди, которые, сохраняя внутреннюю идентичность, могут мирно жить со всеми людьми на земле. И таких стран, которые практически это доказывают, больше нет. То есть их физически просто нет. То есть какому-то американцу, чтобы подружиться с индусами, нужно ехать в Индию. Нам не нужно никуда ехать, мы просто по факту географического пребывания, протягивая руку, прикасаемся к чужим мирам. Вот сколько там перечисляет Тойнбе, например, этих религиозных миров в мире, они все рядом вокруг нас живут. И у нас есть о чём с ними поговорить, между прочим. То есть у нас есть возможность найти с ними точки соприкосновения в области морали, истории, быта. Вот то, что сейчас, например, тема защиты семейных, традиционных ценностей. Она ведь совершенно в глубинах своих по-разному трактуется в любой религиозной традиции. Но выходя на поверхность, она пересекается с очень многими вещами. Мне с мусульманином легче поговорить о воспитании детей, чем с некоторыми русскими, которые вообще не понимают в этом ничего. Которые там за аборты, разводы, как бы, и за то, что там школа научит. А я пошёл. То есть нам есть чём, мы не просто соседствуем, нам ещё есть чём поговорить. Но это, конечно, и вызов. Это и вызов, потому что слабеющая внутри себя Россия, она будет представлять для себя не просто лакомый кусок, это просто таких кусков в большем мире нет. Её будут отъедать, отжирать все те, кто будут сильны по периметру. А если ты потеряешь свою внутреннюю, собственно, эту пахучую сущность, такую пахнущую, которую не перепутаешь, то тогда тебе грозят беды, которых не было тоже ни у кого. То есть нам грозят благословения, которых не было ни у кого. И нам грозят беды, которых тоже не было ни у кого. Даже в силу географической огромности. Потому что география – это тоже часть судьбы. И русские люди, как-то вот, ещё когда они были маленькие, ещё когда они были в пределах Московского царства, которое люто дралось не на жизнь, а на смерть, там, с Тверью, Рязанью, когда свой своего грыз, как бы, чтобы распространить географические пределы выживания. Даже в то время русские как-то понимали, что что-то очень похоже у нас с еврейской судьбой. Если уж благословения, то безмерные. Если наказания, то безмерные тоже. Там такая известная письма Моисея, есть последняя, последняя письма Моисея, которую он заставлял евреев учить наизусть, в которой он пропел им самые страшные вещи, которые их ожидают впереди. И они должны были знать это всё, и как бы, как в зеркале смотреть на то, что с тобой будет, если ты накосячишь. Они как бы знали это наизусть, но накосячили, и с ними произошло именно то, что пропел Моисей. И вот русские, как бы, суммируя свой исторический опыт, и сегодняшнее тяжелое наше бытование, они как бы понимают, что у нас какая-то такая вот израильская тема такая, мы как-то новый Израиль, Израиль новых времен. Нас ждут большие благословения в случае правильного поведения. И нас ждут неслыханные мятежи, как у Блока, невиданные пожары, неслыханные мятежи в случае неправильного поведения. Вот это первый тезис, который я, собственно, так широко вам пытался представить. Это есть у каждого в классе, там, географическая, там, или политическая карта мира, там, политическая карта Евразии. Там видно, просто видно, что страна, например, населенная дуболомами, такими, которые, допустим, там попадают, например, дуболом, например, там, в какую-то непонятную ему страну, где кушают другое, одеваются в другое, плачут над другим и смеются над другим. Говорят, да это какие-то выродки, подножь их всех. Я здесь буду, здесь будут мои правила. Если бы мы были такими, например, а кто такими был? Кто такими были, скажем там, испанцы в новом свете? Вы не поверите, например, там, что испанцы, когда приехали в новый свет, они сначала хотели просто миссионерствовать, исполнить пророчество Исаии. Не знали, что о Господе Боге должны услышать дальние острова. Они приехали в новый свет, а сначала им новый свет показался раем. Эти почти неодетые, и красивые, и юноши, и девушки. Это цветущая природа, эти странные птицы, эти вкусные фрукты. Думаешь, может, рай какой-то, что ли? Потом они присмотрелись к быту этих людей. Что они там делают вообще? Кому они молятся? Что они вытворяют вообще? Как они живут? Они говорят, это что, ад, что ли? То есть такое... И потом они сначала хотели миссионерствовать, а потом начали их сжечь. Потому что они совсем другие оказались. Это же единственная страна, например, которая выдумала спортивные игры ногами. Когда они анализировали такую штуку интересную, что футбол, пришедший к нам оттуда, через испанцев от Латинской Америки, это единственная игра, где играют ногами. Вообще люди всю жизнь играли руками. В теннис, в бадминтон, в что хочешь, в гандбол, в волейбол, в баскетбол, везде люди. Руки – это оперативная система человека. Ноги – это другая функция. А тут они встретились, а эти ногами как бы играют. Потом они смеются над тем, что не смешно, и плачут над тем, что не вызывают жалости. И едят непонятно что. И сексуальная жизнь их такова, что такого вообще они думают, что только в Содоме такое было, и больше не повторяется нигде. И жертвы есть человеческие, и то, и это. И они сначала поставили вопрос перед собой, а это вообще люди? Католическая церковь, благодаря испанским миссионерам, собирала целые соборы на континенте, в Толедо, например, где был вопрос, эти вообще вот там которые, они люди или не люди? Это был очень серьезный вопрос. Потому что если бы собор сказал, это не люди, тогда их не нужно крестить, на них нельзя жениться, их нужно уничтожить. И вот такая проблема. Соборы – это люди. И испанская цивилизация, туда зашедшая в этот новый свет, как бы с большой болью и тяжестью, как бы не без перегибов и крови, все-таки как бы отнеслась к ним как к людям. И родились там всякие метисы, саламбы, смешались нации, эта пестрота возникла культурная, никуда не исчезли местные населения, кстати. То есть я к чему говорю, это болезненный процесс столкновения цивилизаций. Вот русские, при том, что испанцы, например, лучше англосаксов, мне когда-то обратили внимание, обратите внимание на этнический состав Латинской Америки. Кого вы там видите? Местных индейцев. Никарагуа, Камбоджа, Кампучи, не Кампучи, вернее, Никарагуа, или там Боливия, не знаю, Уругвай, Парагвай, это местные жители, которые были и до Колумба такие же, у них такая же антропометрия, такая же психология, они такие же смешные, странные, как бы, только они католики. То есть это месиво племен, которые объединены католической верой, это из Латинской Америки. Америка, молящаяся по-латински. А обратите внимание на этнический состав Северной Америки. Там были такие же скуластые, широконосые такие, значит, ну, индейцы. Там были такие же люди, как в Перу, или там, скажем, в этом самом, в Мезоамерике. Они где сейчас? Их нету. Этнический состав Северной Америки полностью исключает коренных жителей. Их нету, просто их не видно. А куда они делись? Ну, делись там, это тоже отдельный вопрос. А почему? А потому, что ту Америку колонизировали, ВАСПы, White Anglo-Saxon Protestant, а эту колонизировали как бы испанцы. А в чем разница? А те протестанты, а те католики, а в чем разница? А в том, что те резали всех под корень просто, не считая их людьми. Не можешь оружием, страви их сифилисом. Не можешь сифилисом, подари им чумные одеяла, чтобы они завернулись на ночь, а потом все подохли целым прайдом. Не можешь они, спои их всех, мытьем или катанием, уничтожь их. Уничтожь их мытьем или катанием. Это не люди. Это вот белая практика английских протестантов в Северной Америке. Совершенно другая в Латинской Америке. Поэтому плоды такие разные. А наши еще получаются лучше. Не в смысле, чтобы похвалиться, но как бы, что ужасов того и ужасов этого у нас, к счастью, таких масштабированных не было. То есть русский человек, в принципе, способен выслушать соседа, совершенно не похожего на тебя, всмотреться в его жизнь, умилиться о нем, порадоваться его радостью, поплакать вместе с ним на его похоронах. Он считает его человеком. И это, по-моему, самая фундаментальная вещь, которая вообще нужна для общежития. Потому что в тайне сердца люди могут быть расистами и нацистами и вообще отказывать в человеческом достоинстве целым расам, племенам и народам. А почему такие жестокие с ними? Да, это же не люди. Это он прорывается даже сегодня на телевизоре в нашу толерантную эпоху из уз каких-нибудь там еврейских генералов или еврейских политиков. Да что, это люди, что ли? Они спокойно, вообще у них ничего не дергается в душе, они не считают людьми, уничтожением людей, уничтожением людей в газе, например, той же. Это как дихлофосы, это тараканы, это схема та же, и у них болит совесть. И вот если бы русская цивилизация была такая, она была бы размером с Израиль, а вокруг нее были бы волнующиеся моря враждебных племен. Но русская цивилизация вообще другая, поэтому она тихо распространилась на самую большую территорию мира. Существует там понятие, например, там мягкой колонизации, например, когда люди просто уходили, уходили в поиски тишины и молитвы, например, это монахи. Другие уходили, например, от малоплодородных земель в своей родной земле. Руки есть, работать могу, не боюсь работы, а земля чахлая. Пошел искать чужую, землю пожирнее там. Кого-то просто замучила жизнь, он просто бежал от своего барина на свободные хлеба, и так распространялась страна. Допустим, те же монахи колонизировали нам без единого выстрела целые огромные территории севера России. Просто уходил какой-то человек, находил совершенно неприлюдное, непригодное для жизни и для простого человека место, вкапывал крест, выкапывал какую-то себе землянку, начинал там жить, и к нему потом приходил один, второй, третий, четвертый, потом поднималась каменная церковь, каменные стены, небольшой погост, небольшое селение, и возникали города. И так заселился весь русский север, без единой экспансионной попытки властей, без ничего, просто потому, что уходил святой человек в одиночество. Обычно люди на юг идут, где теплее и лучше. Конечно, на Канарах лучше, чем на Нарах, люди в тепло тянут. А наши на север шли, на Соловки, на Валаам, зачем там жить невозможно? Нет, они шли за тишиной, а теперь посмотрите, что на Соловках, а что на Валааме. Это же цивилизационные очаги. Такой огромный очаг, такой жертвенник цивилизационный, прикасаясь к которому, ты прикасаешься ко всей истории русской земли. А с чего это начиналось? С какого-то одного человека, который не хотел жить среди всех остальных, хотел тихо с Богом жить в суровой природе? Это генезис некоторых особенностей русской цивилизации, не понимая которых, но мы в принципе не можем что понять, откуда, почему. А я еще раз повторяю, что если бы мы не были другими, мы не были такими огромными. Наша огромность доказывает, просто очевидно, фактически доказывает эту специфичность смиренного ума русского человека. Мало того, что он мог жить в любой широте, в любой долготе. Это сегодня, потеряв телефон, оказавшись за МКАДом, можно из-за паники попасть в психиатрическую больницу. Человек не умеет жить, работать, выживать, спасаться за пределами цивилизации, которая сделала его калекой. Дайте мне лопату, выкиньте меня в Сибири. Через полгода придите, заберите кости. Дайте лопату человеку сто лет назад, с 200 лет, ладно, салинские репрессии. Забейте солыпинский вагон невинными людьми, дайте им каждому по лопате одну коробку спичек на всех и завезите их куда-нибудь туда, поближе к вечной мерзлоте. Приедете через год, половина умрет, половина выживет, но там уже будет огород, дом, еще дом, еще дом, там будет это, это, это баня, землянка, погреб, и там будет налажен быт. Этого сейчас нету, мы сейчас как бы рахитичны и настроены на получение удовольствий. Та великая вавилонская блудница, которая предлагает, как она считает, единственную верную модель развития мира, она ориентирует на дармовщину, она воспитывает проститутское сознание, как бы, ты просто ляжь под меня, а я тебя заплачу, это все остальное будет классно. И она ориентирует как на удовольствие, непрестанный поиск кайфа, он как наркоман, как бы, подвязан на удовольствие. А творческие, творческие усилия, как бы, это что-то такое не для тебя, как бы, типа, ты слишком дорого стоишь, пусть этим занимаются другие, но другие окажутся сильнее тебя, потому что, я еще раз говорю, что вывези нас сегодня в любую какую-нибудь запредельную ситуацию, и вопрос нашего выживания как бы, будет настолько маленьким, что я боюсь, он исчезнет, исчезнет совсем, да. Вот русский человек мог выживать в любой, в любой географической реальности, и при этом мирно жить с тем, кто живет рядом. Но это разве не уникально? Откуда он взял все это? Русский человек, конечно, антропологически такой же человек, как все остальные. Если он ударит молотком по пальцу, он, скорее всего, выругается. Если у него родится сын долгожданный, он, скорее всего, будет радоваться один день, и потом будет от радости пить три дня. Если у него, не знаю, что-то еще случится, он будет, он антропологически такой же человек. Некая безбрежность нашей души, я, может быть, отдельно об этом скажу, мы получили очень много такого, по сути, вся наша история заключается в попытке переварить то, что нам милостивно подарили. Нам подарил Господь при вхождении в эту семью христианских народов, при получении Евангелия от греков, при этом, значит, таком непростом, но фактическом наследовании Римской империи, Византии, как ее называли немцы потом уже позже, значит, русские получили так много, что вся наша задача заключается в том, чтобы понять, переварить и усвоить все, что нам дали. Получился такой парадокс, что рафинированные сокровища попали в немытые руки, мы просто не были готовы, у нас не было ни философского искусства, ни умения различать важное и неважное первостепенное от второстепенного, у нас почему-то обряд был всегда догматом, как бы, за длину бороды могли сжечь человека там, или там, по крайней мере, назвать еретиком, потому что любая мелочь казалась догматически определенной, как бы, незыблемой, вечной, поэтому можно было умирать за двуперстие, треперстие, это потому, что этому простому человеку, который не прошел через сложнейшие эти этапы воспитания, античности, средних веков, сразу бах, и Господь добрый дал огромное сокровище. Вот мы разбираемся с ним, что-то в нас уже впиталось, что-то мы до сих пор не понимаем. Ну, например, недавно, мы сейчас проходим поприще великого поста, кто там как там проходит, кто постится, кто нет, кто имитирует. Вообще, самая большая, как бы, самый большой вызов вообще нашей жизни, это имитация. Это то, что прибрежье называлось «Зашторьте окна и раскачивайте пояс, сделайте вид, что мы едем». И это есть в духовной жизни везде, короче, это очковтирательство и изображение того, чего нет, попытка изобразить наличие того, чего в принципе нет. Это касается духовной жизни, но тем не менее, если кто постится, тот знает. у нас весь народ наш, всю длинную тысячу лет, каждый человек, с тех пор, как он начинал что-то понимать, он знал, например, житье Марии Египетской. Женщина, которая 17 лет блудила, как не в себя, как сумасшедшая, с утра до вечера, и не брала денег за блуд, потому что считала, что красивая барышня, не берущая денег, будет более любима мужиками, чем барышня такая же красивая, но берущая деньги. Она была права. За ней ходили табунами эти кабели, значит, она просто отвязалась от всего и ни разу совесть ее не упрекнула. То есть она как бы воплощает в себе какие-то незаходимые глубины греха, какие-то совершенно жуткие бездны, такого порока, с которым даже разговаривать нельзя, которого бы действительно инквизиторы бы таких сжигали бы просто без разговоров. А она как-то жила, блудила, как бы и ничего. До тех пор, пока не позвала ее совесть, не совесть, нет, пока она случайно, с целями блуда, опять-таки, не попала на корабль полных молодых людей, где она торговая собой просто плыла и питалась. И они приплыли в Иерусалим, и она там, ну вы знаете всю эту историю. А потом, 47 лет в пустыне она жила как ангел, сначала борясь со своими грехами, там, отплакивая, отмаливая свои жуткие, блудные безместия. И потом уже, когда ее встречаем мы в житии, там, она ходит по воде, поднимается в воздух на молитве, знает человека по имени, хотя первый раз его видит, она достигает величайшей святости. Это знал каждый русский человек. Житие Марии Египетской, это и есть та, тот растянутый баян, такая шкала жутких полярностей. То есть ужасные грехи, величайшая святость. И таких житий у нас как бы много, как бы это все составляло как бы нашу, нашу катехизацию такую, естественную храмовую катехизацию. Это то, о чем пели былины, калики перехожие, это то, о чем рассказывали люди в церкви и так далее. Вот она тебе, как бы, если ты задаешься вопросом, а что это мы такие вот, вот такие вот, вот раззудись, рука, размахнись плечо. Нам надо искать генезистам, потому что там все объясняется. Наши плохие, хорошие качества объясняются там где-то в глубине. И на сегодняшний день, повторяю, когда человека трудно чем-то заинтересовать, особенно трудно заинтересовать его тем, что пугает. И такими знаниями, которые слишком требовательны. Знаете, есть знания, которые ничего тебе не требуют. Например, там то, что Волга впадает в Каспийское море, это знания ЕГЭ, которые ничего тебе не требуют, никаких нравственных усилий. Но если ты вдруг знаешь, что мертвые воскреснут, это знание высочайшей мотивации. Значит, ты, во-первых, должен жить по-другому, во-вторых, ты должен думать об этом, в-третьих, ты должен на кладбище ходить, чтобы с надеждой смотреть на эти могилки дорогие и молиться Богу о них в ожидании того дня великого, когда они воскреснут. Это такая мотивирующая такая тема, которая может поменять всю твою жизнь. И вот современное образование, современная учеба, она характеризуется таким гегелевским прозрением о том, что вся Европа будет большой музей, вся цивилизация будет большой музей, в котором все будут знать все, но всем на все будет наплевать. То есть, если хочешь, мы тебе расскажем про античных греков такого-то века. Ну, в принципе, чтобы они пропали, мне неинтересно. Ну, хочешь, у нас есть для этого специальная статья. Если хочешь, мы тебе расскажем, например, о первых теоретиках космических путешествий. Я, конечно, не знаю, зачем это кому-то нужно, но, может, кому-то нужно, ну, почитай, если хочешь. То есть, у нас калейдоскопическое, обрывочное, какое-то такое а-ля в копилку эрудита какое-то такое образование, которое по-настоящему не трогает ни одно сердце. Как у демона, у Лермонтовского, и ничего во всей природе благословить он не хотел. То есть, мое сердце не радуется наукам, которые я изучаю, мое сердце не радуется профессии, которые я получаю, мое сердце не радуется хлебу, который я ем, мое сердце вообще ничему не радуется. И что это с этим демоном делать, и зачем он живет на свете? И задача эта вся заключается в том, чтобы транслировать знания, которые сущностно цепляют тебя за самые кишки, за самое некуда. Вот как та самая рыба, которая даже, будучи снята из крюка, остается с порванной губой, тебя должны цеплять эти знания, чтобы ты поменялся, да ты изменишься у душе. И вот в современном мире именно религиозные истины, к счастью, неистребимые, к ужасу, не всегда правильные и хорошие, потому что религиозные истины, они разные. И там, скажем, ну, понимаете, что очень опасный, тонкий лед и опасная тема. Но это неистребимая тема. Именно эта метафизическая глубина, она сегодня как бы самая нужная. Без нее мы просто обмельчаем, нас физически нужно будет уничтожать, мы просто обмельчаем и испаримся. Знаете, что если там, попробуй выкручу дерево в средней полосе России, это очень большой труд. А попробуй, например, там со скобли, например, там лишай с камня в лесотундре. Это очень легкий труд. Если дерево вырастет снова, то лишай вырастет через 80 лет, если еще вырастет. Это дерево через 2 года опять начнет гибко пробиваться. То есть, если мы станем такими тонкими, такими бескорневыми, как лишай, то нас только пальцем по скобли, и нет у нас. Такого Кузьму я сам возьму. Дьявол устал воевать с людьми при помощи прямых нападок. Он накопил большой опыт уничтожения человечества, и он знает, что серьезное нападение на человека, на все его фундаментальные ценности, воинское нападение, оно мобилизует человека на ответную борьбу. И человек, в принципе, способен очень много. Но если мягко, знаете, как жабу варят в кастрюле потихоньку. То есть, положили жабу в воду, поставили кастрюлю на маленький огонь. Сначала жабе холодно, потом жабе тепло, жабе приятно, и потом, когда жаба, там будет кипяток, жаба будет уже дохлая, она не заметит. Нас варят потихоньку. Нас давно варят в этой кастрюле, как жабу. И нам нужно проснуться. А просыпание, собственно, это и есть возвращение к религиозным темам, к религиозным истинам. Это самая живучая, самая сильная, самая мотивирующая вещь на Земле. У меня есть такой один любимый анекдот. Ну, у меня их много. Но один приличный есть такой любимый анекдот, в котором говорится про одного человека, который был очень образован в области религии, причем любой, но очень атеистичен. Он отрицал всякую религиозную идентичность, но при этом хорошо знал материальную базу. Допустим, он смог спорить спокойно и с православным священником, и с польским ксензом, потому что он знал историю этого, историю этого, особенности богослужений, какие-то исторические грехи тех и тех. Он знал, разбирался и в исламе, и в его движениях. Он знал иудаизм, и такой, и сякой, и хасидизм, и, короче, все, что мог знать. И его боялись. Любой религиозный деятель, вступая с ним в разговор, встречался с таким Вольтером, который язвительными насмешками, аргументацией, бесконечным потоком разных всяких таких оскорблений, цитат, издевок, давил собеседника. Его избегали. Какой-то Мула его видел, бежал от него в другую сторону, какой-то еврей его видел, там Равин бежал в другую сторону, какой-то Попа его видел, бежал в другую сторону. И к этому странному человеку, злому образованному человеку, запомним это словосочетание, к этому злому образованному человеку пришел молодой человек, который говорит ему, я восхищаюсь вашими трудами. То, как вы гвоздите этих церковников всех, как вы их там заставляете паниковать, бежать и замолкать, это просто восторг для меня, я их ненавижу. Я хочу, как вы, я вот как вы хочу. Я хочу быть вашим учеником, чтобы от меня тоже так же вот эти попыск синзами убегали. А он ему говорит, юноша, ты примерно понимаешь, с какими мыслями верующий мусульманин отправляется в хадж, и зачем он это делает. Он говорит, нет, я этого не понимаю, потому что я атеист, мне плевать на это все, короче, я хочу как вы, я хочу их там разбивать в аргументированном споре. Говорит, ладно. Милый, а ты когда-нибудь проводил всю ночь, например, в женском монастыре за всеночным бдением. Говорит, нет, конечно, зачем мне это надо, это чепуха, это религиозное мракобесие. Это чушь меня не интересует, я хочу, как вы, вы что не поняли, что ли? Ладно, подожди. Скажи мне, пожалуйста, ты примерно понимаешь, сколько часов в день каждый раввин должен читать книги? Сколько часов в день? Три, два, или восемь, или пятнадцать? Там же все очень регламентировано. Там даже жена не может приступить к мужу с просьбой, там как бы, а, может, мы с тобой давно. Он говорит, извини, я изучаю книги, один раз в неделю мне разрешают, с меня хватит. Там все даже так вот, там даже лишний раз к нему даже жена не подойдет. Потому что он должен восемь, десять, пятнадцать часов читать, сидеть за книжками каждый день. Каждый божий день. Ты представляешь, он говорит, да мне не надо это, я презираю это, мне это не нравится, я как вы хочу быть, ну я шел такой глупый такой. Он говорит, я же атеист, я как вы, атеист. Он говорит, юноша, ты не атеист, ты дурак. Надо отличать очень простыду, дурака от атеиста. То есть я, конечно же, я представляю себе, что есть какие-то испорченные люди с каким-то гнилым сердцем, с какой-то травмой родовой, с каким-то изъяном, с какой-то приобретенной болью в жизни, с каким-то бэкграундом, с какой-то своей историей, благодаря которому они сломались и как сломанная игрушка уже теперь, знаете, зайчик пищит как бы так уже не в тон. Вот как бы больше не было, чернил и карандаш сломался. Я допускаю таких людей, конечно, они есть, есть вообще, на свете есть вообще все. Но вот это массовое презрение к религии, ничего не зная о ней, вот это как раз есть то, что вот данный анекдот хорошо обрисовывает. То есть если ты выступаешь против чего-то, ты должен выступать предметно. Ну, а ты, знаете, человек, который хочет повоевать с религией, как бы он чувствует, что это огнедышащая тема, его, не дай бог, еще в себя затянет. Там много всего. Ее лучше критиковать на расстоянии, ничего о ней не зная. Просто гавкать на нее, как собака из-за забора. Ау-ау-ау-ау, там нет Бога, а вы все придумали. Ау-ау-ау-ау-ау. Придумали Бога попы. Это надо знать хорошо русских попов. Что могут придумать русские попы? Бога? Я посмоляю, даже панихиду придумать не можем. Нам ее греки придумали. Иоанн Дамаскин, автор наших надгробных рыданий, Иоанн Дамаскин, да, и пасхального канона, кстати, тоже. Мы ничего не можем придумать, особенно из такого, что не придумывается. Потому что есть вещи, которые невозможно выдумать. Умри, Аркаша, лучше не напишешь. И вот то, с чем мы связываемся, это именно то. Это некая опасная, огнедышащая среда. Это, если хотите, то, о чем, наверное, мучился Андрей Арсеньевич Тарковский, когда пытался в этом солярисе, который он у Лэма взял как отправную точку, потом Лэм другое писал. И он снял этот солярис, это какой-то умный океан, который знает тебя, который влияет на тебя, который жалеет тебя, который мог бы стереть тебя в порошок сегодня, но он не хочет этого делать. Он только рождает в тебе воспоминания неоплаканных грехов. Он поднимает наружу архив твоих гадостей. Этот океан, этот так называемый солярис. То есть было время, когда духовные вопросы иначе не поднимешь, как только через научную фантастику. Но тоже надо снять шляпу перед Андреем Арсеньевичем, лежащим на сын-женовье в Дюбуа. Который хотел донести какие-то нравственные вещи до людей. А как ты их донесешь? Только в жанре научной фантастики. Ибо все остальное считается морализаторством, скукотой, средневековьем. Но действительно, вот этот огнедышащий океан, который все про тебя знает, и для которого ты настолько мал, настолько понятен, что он жалеет тебя, как жалеет вообще любой сильный и добрый, маленького и беззащитного. Он хочет, чтобы у тебя проснулось в душе все то, что спит. Ты же спишь до сих пор. Да и в конце концов, когда мы умирать начнем, или мы внезапно умрем, или будем умирать длительно, это же тоже неизвестно, это очень важная тема. Об этом думать надо. Лучше пораньше. Когда мы будем умирать, то не зря же паэт сказал, жизнь моя, или ты приснилась мне. То есть это вообще кто был? Это я был? Ради чего все это было? Это было что? Это была подготовка к чему-то, или это все, или это был черновик какой-то? Может, я еще начистое еще не написал ничего? Дайте мне, как говорил, кричал, вернее, как раз вот этот вот пересмешник, известный Вольтер, он говорил, что дайте мне, я умираю и не хочу. Я не хочу. Я хочу жить. Дайте мне хотя бы день. День дайте мне. Я хочу забрать вас всех в ад, если вы мне не поможете. Он так орал, что вся прислуга разбежалась. Они не могли выносить смертного часа лютого безбожника. Смерть грешника в люта. И ненавидящие праведного пригрешат. И вот мы должны на сегодняшнем этапе как бы сама жизнь нас заставлять приблизиться к этому огнедышащему ядру, для того, чтобы вытащить из него смысловые метафизические основания для всего остального. Понимаете? Потому что... Вот когда мы, например, на разных конференциях как заговоренные, как эти самые болванчики китайские, говорим одно и то же, не понимая смысла. Например, нужно возрождать нравственно-культурные ценности в нашем народе. Говорят, подождите. Нужно там что-то там. Нужно, нужно там. И какие-то такие клише такие. Нравственно-историческое, морально-волевое, патриотическое, военное. Остановитесь. Объясните мне хотя бы одно из них словосочетание. Что вы понимаете под нравственно-историческим, например, под морально-волевым, под военно-патриотическим? Что это такое? Если военно-патриотическое, то это только советский период, только 23 февраля и Великая Отечественная война? Или это вообще все, что было у русского человека, царя Гороха и Куликова поля и все на свете? И потешные полки и так далее, и тому подобное. Пойдем туда. А что мы тут топчемся все в одном 70-летнем периоде? А там что? Да там вообще океан целый, без которого мы жить не можем. Ну, уже Сталин даже прозрел, вернул линейку орденов святых на ордена поместил. Александра Немского, Федора Ушакова. Посреди войны даже у этого человека было прозрение религиозное. Баловаться хватит, уже поздно, уже вопрос жизни и смерти. И там еще. Что вы имеете в виду, когда вы говорите про нравственность, например? У нравственности есть метафизическое основание. Если я должен любить ближнего своего или хотя бы уважать ближнего своего или хотя бы терпеть ближнего своего и не считать врагом ближнего своего только потому, что он мне почему-то не нравится, то это нужно делать на каком-то нравственности, на каком-то метафизическом основании. Либо я верю, что Бог создал его и меня, и Бог приказал мне. Это брат твой. Ты не будь для него каином. Это Авель, это брат твой. Ты не думаешь, он хуже тебя, потому что у него там образование другое, или кожа другого цвета. Я ваш общий отец, и это брат твой. Если этих метафизических вещей в моей душе не звучит, я так и буду по отношению к ближним, либо расистам, либо бревном. Человек человеку волк, человек человеку бревно, если еще такое похуже. Мне безразличны окружающие люди, если они мне не братья, и не сестры, и не наследники того же рая, в которого я наследник. То есть нужна метафизика под моралью, и под патриотизмом нужна метафизика, и под всем остальным нужна метафизика. А если ее нет, получается либеральная бла-бла. Как говорил Владимир Соловьев, что вся моральная философия либералов заключается в одном странном тезисе. Люди произошли от обезьяны, поэтому мы должны любить друг друга. Распадается, не бьется, связь времен распалась, как бы не пляшет оно. Если ты, я обезьяна бывшая, я бывшая обезьяна, я не должен тебя любить, и ты меня любить не должен. Это абсурд. Это какая-то христианская наклейка на какое-то давиновское басурманство. А вот если мы говорим о любви, какие обезьяны, о каких обезьянах вы говорите? Надо искать другие метафизические основания для трудолюбия, для радости. Потому что моя, например, бедная душа наблюдает за тем, что из мира просто уходит обычная радость. Понимаете, вопрос не в том, что там смена пола, аборт, да, это, конечно, это катастрофа, это ад. Это просто ад вышел из берегов и заходит в наши квартиры. Но даже такие элементарные вещи, как радость, становятся редкостью. Потому что то буйство, например, там на дискотеке, например, или еще что-нибудь такое, я не могу назвать радостью. С точки зрения психиатрии, это какое-то очень яркое, буйное поведение невротика, который пытается разрядиться, как бы так, и проявляет свою невротичность именно этими конвульсивными движениями, громкими звуками, бликами, вот этой шумовой, этой атмосферой, ну и алкоголем, для добавки, это невротическое бегство от внутреннего ужаса. То есть человек одинок и перепуган, и он даже радоваться перестал. Попробуйте его развеселить. А чем ты его развеселишь? А вон смотри, сядем на лавочке в парке, посидим, сидим, а вот смотри, мамочка молодая, только родившая недавно, в коляске малого везет, глянь, какой малой классный. Да, а что там красиво там малом, скажет тебе собеседник? Все, ты имеешь дело с трупом. Если он не улыбается, глядя на моську недавно родившегося человека, перед тобой какой-то труп. А ты сам-то детей хочешь? Говорит, нет, нет, child free, спиногрызы не нужны, для себя пожить. Перед тобой чудовище, антропологическое чудовище, которое не хочет детей и не радуется детской улыбке. Этого хватит, чтобы оценить катастрофичность нашего состояния. Заметьте себе, что люди, например, это тоже прописная истина, люди не поют. То есть, как бы ни было плохо жить человеку, но человек, допустим, берем тут нашу бедную русскую жизнь, сермяжную, люди всегда пели. Они не могли не петь. Когда мужика забревали в солдаты, рекрутировали его, конечно, над ним плакали, как над мертвым, но потом солдатушки, бравые ребятушки шли в строю и пели. Где же ваши жены, наши жены, пушки заряжены? И пели весело. И солдатские песни всегда очень весело слушаются, и весело поются под них, прям маршировать хочется. Это пели люди, которых вытащили прям за шиворот из семьи, из крестьянского быта, одели в непонятную форму европейского образца и бросили на какой-то театр военных действий. Потому что Россия всегда воевала. В прудский поход, там, или какой-то еще поход, как бы, и все. А они пели. Пели. А бабы, когда дитё колысали, они что делали? Пели. Конечно, не военные песни, какие-то другие, свои бабские такие песни. Ну, опять-таки, это все можно найти при желании. Спи, младенец мой прекрасный, баюшки боют. А Лермонтов подслушал, как одна казачка поет на хуторе, когда он ехал на Кавказ. Вот эта прекрасная песня, там, где, ну, вы знаете, колыбельная казацкая песня. Поет баба, а когда она жнет, она что делает? Поет. Иногда просто, потому что у него душа поет, а иногда, как у Пушкина в Онегине, говорит, что барской ягоды тайком уста лукавые не ели, то при собирании ягод, например, барыня, может, там, пойти песню, а то они там могут там по земляничке по две там. А так они поют, как бы уже и не пожуешь, как бы, да? Ну, так или иначе, они пели. А емщик, вечно пьяный в наших сказках, там, или там, в нашем фольклоре, он что делал, когда сидел, как бы, значит, там, цап-цабе, там, но-но-но поехали? Он пел всю жизнь, под дождем, под снегом, замерзая, он ехал и пел. И все они пели. И когда люди перестали петь, это не значит, что они забыли мелодию и забыли слова. Это значит, что у них произошел в душе какой-то надлом, и они перестали радоваться жизни. Потому что как бы ни было гнусно на земле, и как бы тяжко ни было, какая бы тебя разлука не посетила, и как бы ты ни был там, не знаю, там, бедный одет, и тебя вдруг стыд поразил, когда ты видишь перед собой красивого человека, а ты как бы какой-то, как это самый, как не человек вроде такой. Слушай, была, не была. Но когда ты начнешь петь, твоя душа исцеляется, и гляньте, куда бы вы ни ткнули нос, что в Ирландию, что в Грузию, что в Молдавию, что в России, в ее историю, там везде будут петь. Современный человек 21 века не поет. Ни в Ирландии, ни в Молдавии, ни в Грузии, ни в России. Потому что он потерял радость, он потерял смысл. Цивилизация обманула его. Она говорила, я тебе дам счастье. Вместо счастья дала ему микроволновую печь. И все. Говорит, дай мне счастье. Говорит, ну надо тебе еще холодильник. Да холодильник не надо, дай мне счастье. Нету. Цивилизация же нам обещала счастье. Вместо этого насытила нашу жизнь техникой бытовой. Дала нам в карман телефон. Камерами нас обставила везде, как в тюрьме, как в паноптикуме. И все. А еще? А больше нет. Ну дай. Да нету у меня. Цивилизация, если взять ее за горло и сказать ей, дай мне счастье. Он говорит, у меня нету. И не проси. У цивилизации счастья нету. Он говорит, уйди, девка противная. Ищем другого обманщика. Наука. Хватаем за горло этого паразита. Дай мне счастье. Говорит, он сначала скажет, он же забуревший паразит наука. Он скажет, ты что? Я тебе вон что дал. Мы в космос полетели. Мы прорыли метро. Мы под Ла-Маншем сделали тоннель. Ты все понимаешь, что когда там Д'Артаньян ездил в Англию за подвесками для королевы, как бы он там три дня на корабле там болтался по Ла-Маншу. А теперь за два часа как бы, значит, на машине под это же наука сделала. А ты говоришь, а мне что с того? Мне счастье надо. Ты мне счастье дай. Цацки эти, это все понятно. Счастье дай. И тогда наука смирится и скажет, у меня его нет. И не было никогда. И не будет никогда. Отстань от меня. Что-нибудь новое я придумаю. Новые технологии, новые материалы. Новые средства убийства людей, новые средства исцеления людей. Это я придумаю. Сначала я тебя покалечу, потом я тебя исцелю. Это наука скажет тебе, если ты ее возьмешь за горло. Но счастье не проси у меня. Его нет у меня. И ты пойдешь дальше, 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 дальше. А потом дальше и ходить некуда, потому что там останется только культура, цивилизация в западном варианте. Там, где будут сидеть там великие мужи в буклях бессмертной академики французской академии. Он скажет, милый мой, за счастьем не к нам. Нет, только не сюда. И ты вдруг останешься как бы со всех сторон обманутый и впервые прозревший. Я же вам верил. Я же занимался наукой, потому что думал, что она всех осчастливит. Я же занимался вот этим, думая, что это принесет всем благо. Вы обманули меня. Но где-то же есть то, чего я хочу. Ведь человек действительно хочет счастья. Это не грешно. И оно есть. Иначе бы это само желание не было бы таким неистребимым, таким сильным и мотивирующим. Значит, есть другие пути. Эти огнедышащие пути, как бы я намекаю на их существование. Таким образом, собственно, вот мы очутились в этой вообще драгоценной исторической точке. На самом деле, конечно, можно ругаться на то, что мы проживаем сейчас, но можно даже и порадоваться на то, что мы проживаем сейчас. Потому что сегодня человеку для того, чтобы быть милым в глазах Господа Бога своего, не нужно зайти на столб к Симеону Столпнику, не нужно жить в веригах, там, как Иринарху Ростовскому, не нужно бегать голым по Москве зимой, как Василий Блаженный. Ему не нужно быть слепым и безногим, как Блаженная Матрона, и совершать непрестанную молитву. Сегодня человеку, чтобы быть милым в глазах Господа Бога своего, нужно просто верить. Просто верить. И верить, ну, в смысле, просто, это в смысле так просто верить, что эта вера мотивирует тебя на дела. То есть ты веришь и живешь так, как ты веришь. Потому что если ты веришь как бы теоретически, ну, например, в оригинальном тексте «Снежной королевы» гениальный Ганс Кристиан Андерсон изобразил такую картину. «Снежная королева хочет украсть Кая». И во время там этого зимнего торжества в этом заснеженном городке датском она приезжает туда на этих белых конях, этой ледяной карете, санях, и примерзает веревка Кая с санками как бы к карете к саням королевы и она улетает с ним и он улетает вслед за ним. Он понимает, что его украли. Он понимает, что его ждет совершенно неожиданное и нежелательное. И он хочет помолиться. Кай хочет помолиться. Но здесь Ганс Кристиан Андерсон пишет совершенно потрясающую вечередь. Но от страха «Отче наш» он забыл, а в голове каким-то образом глупо вертелась таблица умножения. Понимаете? Когда вдруг придется помолиться, у современного человека может быть в башке таблица умножения. «Отче наш» ты забудешь? Допустим, что-то еще забудешь. А вот допустим, какая-то формула какая-то там из тригонометрии или общий вид таблицы Менделеева зачем-то всплывет в сознании. Но в это время он тебе совершенно не нужен. В это время он не помогает. В это время он оскорбительно бесполезен. Он нужен там, 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 там. Но вот в это время он оскорбительно бесполезен. И я боюсь, что вот, собственно, одна из болезней нашей цивилизации это наполненность оскорбительным количеством бесполезных знаний. Когда ты знаешь все, не зная ничего. Как бы ты можешь рассказать об этом, 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 но как бы чуть глубже. Нет. Дальше. Значит, мы не учили дальше. А это я не знаю вообще. А это вообще непонятно. Николай Сербский был такой великолепный благовестник Евангелия в 20 веке. Узник Дахаул, известнейший сербский архиерей, нашедший покой на американской земле, потом перенесенный, сгумированный обратно в Грецию. Это вообще такое, я не знаю, с кем его сравнить. В общем, это такой златословесный певец. У него золотые уста. и он пожертвовал своим поэтическим и другими талантами Иисусу Христу. Полностью отработал все свои таланты. Вот он говорил, что древние люди, он говорит, боюсь, что древние люди все знали, но ничего так толком не понимали. А дальше начали люди больше понимать, но меньше знать. А в конце времен люди будут вроде бы все знать, но ничего не понимать. или как другой американский, уже какой-то физик говорил, что грандиозные познания сменились просто знаниями. Знания разменялись на сведения. Дело заканчивается утренней газетой и чашкой кофе, когда ты утром пьешь кофе и узнаешь, какое землетрясение там шваркнуло, например, на Тайване. И у тебя есть иллюзия знания всего, при том, что ты не знаешь ничего. Вот в этой вот картине мира современной это стандартно для всех людей. Это работает и в Венгрии, и в Исландии, наверное, работает и в индустриальном Китае, наверное, это работает в некоторых кварталах Дели. Это такая рабочая матрица, она наброшена дьяволом на весь мир. И вот сегодня мы должны распознать эту такую опасную иллюзию невежества, закрывающую вернее, иллюзию всезнайства, которая покрывает наше глубокое невежество. Нам нужно обратиться к каким-то простейшим вещам, простейшим вещам, которые делают человека человеком. В конце концов, вся философия, вся религия бьется вокруг буквально пятерки слов, на пальцах одной руки хватит. Это свобода, смерть, вечность, Бог, сердце, может быть, совесть, что-то еще. Там очень небольшой набор вечных понятий, которые постоянно мучают мое сердце, когда я должен разобраться с ними. Ты кто для меня? Вот ты, человек, ты для меня кто? Если ты будешь тонуть, я должен рисковать собой, чтобы вытащить тебя? Сердце говорит, да, должен. А я его не знаю. Должен. Он вообще таджик. Должен. А я должен, должен. А я должен, например, там, вот кто-то там просит денег, например, там, ну, за газ заплатить нечем бабки, например. А где твои дети, бабка? А, дети мои, дети мои. Пятерых зачала, четырех абортировала. Один родился, паразит, и бросил меня, и уехал в Америку. И живу одна, и не платит мне ничего. Так я говорю, слушай, бабка, это сама виновата? Бабка этого не поймет. И сердце говорит мне, да, помоги ты ей. Помоги, она так ничего не поймет уже. Жизнь ее прожита, а твоя жизнь еще не прожита. Помоги ей, вне зависимости от того, что она сама виновата, если честно. Она виновата сама, но это не твое дело. Ты не судья, ты человек. Помоги ей. И мое сердце постоянно мешает мне жить. В принципе, я бы сел у камина, или там, у колодца, как там, у колодца и забыться, где-то, короче, вот где-то сесь и забыться, отстаньте уже, в конце концов, от меня, я как бы хочу покоя, сердце просят. Летят за днями дни, и каждый день носят. Счастится бытие, и мы с тобой вдвоем предполагаем жить, но, глядь, как раз умрем. Так что это все очень жизненная вещь такая, но сердце говорит, нет, нет, родной, не, неизвестно, когда ты склеишь ласты, как бы, значит, но ты живи сегодня, как человек. И тот, кто рядом с тобой, это брат твой. Это вот наша литература, там, да, Гоголь наш не случайный, это не просто все. Кстати, Гоголь, знаете, что говорил в 19 веке? Вы не поверите, это для меня, это вообще грандиознейшая фигура нашей истории. Этот несчастный человек, безбытный, не имевший своего дома, никогда не женившийся, который вроде бы смеялся, на самом деле все время плакал. Такой балагур, весельчак и страшный страдалец внутренний. Он в 19 веке, в 19 веке, когда, когда было вот это все, все, в 19 веке, хруст французской булки, короче, вот она, Корнета Юнкера и хруст французской булки. Он говорил, что дьявол вышел в мир без маски. Представьте себе Никитский бульвар 19 века. Ездят в кареты, ходят медленно дамы, ходят в городовой, звонят колокола, все раскланяются друг с дружкой. Еще нет ничего. Еще нет ни Бухенвальда, ни Дахау, ни Севмурлага, ни Хиросима, ни Нагасаки, ни перемены пола, ни легализации. Ничего нет еще. А Гоголь почему-то смотрел в окошко и сказал, господи, помилуй дьявол, вышел в мир без маски. Дьявол больше не прячется. А почему мы не видим сегодня? Хотя он уже не то, что без маски. Сегодня такие фильмы, как Джокер, это просто инспирация насмешки над человечным. Говорит, вот смотрите, я вам дам клоуна, который зажжет весь мир, а вы так ничего и не поймете. И он дал, например, клоуна в Украине, который зажег весь мир, а никто ничего не понял. Дьявол не то, что без маски вышел, ему уже не терпится выйти как бы в полном своем обличье, с рогами и хвостом, чтобы мы поклонились ему. А мы как-то до сих пор ничего не видим. Когда начинается, говорит, а ты хоть молишься-то? Молишься ли ты Богу человече? Он говорит, так как-то нет, знаешь, как-то не привык я его. У меня Бог в душе, как бы все. И вот эта вялая безжизненность в отношении святых смыслов, она сегодня, это не просто личное дело. Нас так научили, что верить, не верить, это мое личное дело, не лезьте мне в душу. Но сегодня я должен вам сказать, что человек, который серьезно относится ко всему тому, о чем я пытаюсь говорить здесь с вами, это человек, который, в общем-то, мобилизован и призван. И который, это не мое личное дело, моя вера, потому что если я верю, то я рекрутирован на войну. На серьезную ментальную войну, которая никогда не прекращалась на самом деле, и она самая важная. Ибо только проигрыш в этой войне заставляет пушки разговаривать. Так что это не частное дело. Вообще не знаю, что такое частное дело. Конечно, допустим, весить человеку, например, 70 килограмм или 170 килограмм, это его личное дело. До тех пор, пока он летит в самолете. Однажды я летел в Магадан с одной женщиной, которая весила, ну, может, не 170, но 140 точно. И ее избыточная полнота перестала быть ее личным делом. Потому что лететь нужно было 8 часов, я чуть не умер. Она заняла свое, фактически, два кресла, и то, что мне осталось, как бы, меня чуть не убило. И я понял, что нет, мой личный вес, это не мое личное дело. До тех пор, пока я по улице хожу, мое личное дело. Кто-то в троллейбус залез, это уже дело общее. Что такое мое частное дело? Что такое частное дело? Это мой, я так хочу, я так не хочу. Да нет, даже если ты, например, обладатель плохого почерка, и ты пишешь какую-то записку, которую прочитать нельзя, то твой плохой почерк уже превращается в общественное дело. У нас очень мало личного. На самом деле, мы ввязаны в большую цивилизационную войну, и вот это вот вопрос серьезности отношения к вере, к совести, ну к душе своей, в конце концов, ну к покойным сродникам своим, ну не знаю, к чему еще, ну к своей земле любимой. Допустим, у того же Достоевского есть такой образ интересный, не знаю, кто-то может попробовать это сделать на практике. Кстати, есть люди, кто это пробовали и говорят, что получается. Например, поцеловать, например, свою землю. Вот люди, когда каялись в старых эпитемийниках, до Никоновских, старобрядческих, там у них есть, согреши, согреших и перед живыми, и перед мертвыми, и перед ангелами, перед человеками, и перед небом согрешил, и перед землей согрешил, но небо поцеловать нельзя, а землю можно. И люди прям целовали землю, прости, мать сара Земля, и перед тобой согрешил. Вот скажи современному человеку, а вообще-то иногда можно и землю поцеловать, если честно. Лучше всех это знают, наверное, космонавты, которые, когда спускаются на капсуле, куда-нибудь в северный Казахстан, Вот они, наверное, в это время должны были, в принципе, по ритуалу целовать землю. Но пока не придумали такой ритуал, потому что мы слишком глупые для этого. А нужно бы, потому что никто сейчас не понимает, как же ты красивая, земля моя, какая же ты дорогая, как без тебя плохо, какая ты сверху красивая, как быстрее хочется домой, домой хочется. Там страшно, там не дом мой, здесь дом мой. Спасибо тебе, мать сыра земля, и чмокнуть ее. Таких элементарных вещей, как вот песню спеть и хлебу порадоваться. И ребеночка на руки взять, и пожалеть потом. Эх, слушай, прошли молодые годы, нужно было семерых родить. Родили одного эгоиста. Эх, прошла жизнь. Хоть пожалеть в сердце своем об убитых и нерожденных. Это фактор выживания, это есть русская цивилизация. Потому что русские всегда были такими, какими я сказал. Вот поющими, целующими землю, кающимися хоть перед смертью. Ну хоть перед смертью покаемся. Как один известная такая хрестоматийная фраза одного игумена. который жил перед революцией, и в монастыре в этом, короче, был какой-то бедлам. Они там ели, пили, гуляли, и, в общем, там молитва была у них на самом последнем месте. И потом, когда пришли к ним там эти летучие отряды чекистов, каких-нибудь латышей там, или там, да или наших, к стенке их ставить, как врагов народа, как реакционный элемент, то игумен там сказал свои пьяные братья, жили мы, братья, как свиньи, давайте хоть умрем, как люди. И пошли они все под пулю перекрестившись, как бы, и закончили жизнь хорошо. Что главное, как ты жизнь закончишь. Грехи-то ладно, Христос грехи нам простил. А вот как ты жизнь свою проведешь и закончишь, это, конечно, очень важно. Так что вот эти простецкие штуки, как бы, всегда жившие в русском человеке, они должны быть воскрешены сознательно. Вот когда началась СВО, например, Великое Отечественное СВО, когда началась, я ее иначе называть не хочу в общественном пространстве, это Великое Отечественное СВО, то, честно говоря, был серьезный страх. А кто вообще будет воевать? Вот эти вот метросексуалы с фиолетовыми волосами, кто? О, тиктокеры? И вдруг откровение, откровение, что русский народ, так кажется, в корнях, то остался простым русским народом. Эти кузьмичи-мужики, которым 55-56 под шеи, которые с сыновьями вместе в одном подразделении воюют или технику ремонтируют в одном боксе. Эти простые мужики со всей огромной страны, от Тихого океана до Урала и дальше до Калининграда. Ладно оставили. А москвичей сколько? А петербургцев сколько? То есть он остается равен сам себе, этот русский народ. Только ему надо перестать говорить, что он как бы младший брат великого европейца, как бы вообще такой неумытый дурак, а вот там на Западе. Наступил как бы благословенный перелом в этой всей вакханалии, потому что сегодня самому глупому понятно, что Запад потерял первенство, Запад отвратился от корней своей идентичности. Запад не хочет больше поклониться тому, кто дал ему величие. Господь Иисус Христос возвеличил западную цивилизацию. Все их университеты, их святости, их монастыри, их книжки, их писатели, их музыканты, все эти слезные баховские произведения, все вот эти огромные соборы, которые сегодня незаплаканными стоят, ненаполненными теплым дыханием, это все от Иисуса Христа. И они отвернулись от Него, подонки, отвернулись почти как один человек, все вместе, как будто в строю стояли, им сказали, кругом они, раз, два. Об этом написано в Библии в отношении израильтян. Еремия, кажется, или Исаия, говорит очень коротко, говорит, погубил ты себя, Израиль. Прямо так с криком говорит, погубил ты себя, горе тебе, Израиль, погубил ты себя, ибо только я спасение твое, говорит Господь, а ты от меня отвернулся. Ты думаешь, они дадут тебе, ну, как там изображается такая логика, это любовники дадут мне дорогие ткани, золотые подвески, вино, елей и напитки. Он говорит, нет, это я кормлю тебя, я искупил тебя, я люблю тебя, ты мой, и я кормилиц твой, а ты ушел от меня, и погубил ты себя, Израиль. Вот то же самое касается западной цивилизации. А русская цивилизация, к удивлению, которая еще недавно оказалась мертвой, погребенной под всей этой билибердистикой, вам всем известной, увенчанной непохороненным трупом Владимира Ильича, над которым просто издеваются коммунисты. Если бы они его любили, недавно его похоронили. Ходили бы на могилу и там принимали бы в пионеры. Если бы они были люди, нормальные, с нормальным сердцем, они похоронили бы его, и могила его была бы культовым местом. Ходите, бейте в барабаны, принимайте октября с пионерами. Но перестаньте издеваться над человеком. Он должен быть захоронен, как нормальный человек. Мама его лежит в Петербурге. Сестры, братья лежат на Волковом кладбище. Папа его лежит в Симбирске. Илья. Не помню, Ильич, что ли, как-то как он там. А этого почему повезут? Над этим издеваются. И вот эта вот Россия, как бы с Лениным, в виде, как бы сказать, вишенки на торте, она вообще представляла из себя нечто мертвое и архаичное. И вот этот собор Василия Блаженного именно для этого и сохранили живым. Вот смотрите, вот два полюса нашей исторической государственности. Вот дерзкая архитектура царских времен. Ныне никому не нужно, ибо там больше никто не молится. И вот как бы наш вождь, изменивший вселенную. И вдруг вот эта вот самая Россия на фоне отказа Запада, на фоне смертельной угрозы своему бытию вдруг поднимается. Ну как это было, если хотите, в мифологии, как бы Илья Муромца. Лежит же здоровенный мужик, на печке. И калики-перехожие говорят ему, дай нам воды, Ильюшенька. Он говорит, а как не стыдно вам калики-перехожие посылать за водицу и безногого. То есть русская цивилизация, как неходячий Илья, лежала на печке. И сама уже согласилась в бедном сердце своем, что она просто сырьевой предаток западного барина. И вдруг калики-перехожие говорят, нет, нет, Ильюшенька, ты встань-ка, встань-ка, милой, ты должен нам водички дать. И Ильюшенька спрыгнул с печки и не упал. И пошел, и пошел, и пошел, и сам зачерпнул, и этим дал напиться. А потом почувствовал силу в себе. Дальше надо читать дальнейший текст. Где махнет, там станет улица, где размахнется переулочек. Говорит, ну а сила тебе дана великая, Ильюшенька, ну не для того, чтобы ты бузил, как бы и озорничал. Молодецкий говорит, а тут есть с кем воевать. Вот тебе называется враг по имени, теперь иди-ка и воюй. Ильюшенька идет к некому святогору-богатырю, слышащий, понимает, что идет речь об Афонском, благословении, святая гора, некий святогор-богатырь ему меч передает свой, вместе со схимой, значит, дует на него из гроба, из схимы, из схимического гроба. И начинается вот всем известная фольклорная история реального человека. То, что Илья лежит в ближних пещерах, опозоренной на сегодняшний момент и оккупированной ее пещерской лаврой. Так что мы должны вернуться к этим огнедышащим корням и опять запеть, опять захотеть жить, опять начать молиться, и не стыдиться, что ты молишься. Перейти от обороны в наступление, когда тебя спрашивают, ты что, веришь в Бога? Люди говорят, ну да, ну знаете, как бы, ну знаете. У меня бабушка была верующая, она меня научила молиться, да, стесняются, ищут в себе оправдания. Один какой-то старый поп мне сказал, людям сказал, я слышал, вы не смейте извиняться перед людьми. Ты что, в церковь идешь? Да. Ты что, в Бога веришь? А ты что, нет? Вот правильный подход. Стыдно не верить в Бога. Осел верит. Вол верит. Зачем их? Франциско Сиски изобразил их на католическом вертепе в 13 веке. Именно, чтобы дать тему такую, что животное и то занюхивает запах святости от этого младенчика, без семени родившегося. Ну как же ты, человече, не занюхал запах святости от сладкого имени Иисуса? Вот то, над чем мы работаем, трудимся, как бы в ожидании страшного суда. Мы не делаем себе иллюзии, и мы не сверхчеловеки. Значит, мы просто должны делать то, что мы делаем. Но, да, даже если это земля, которая сгорит, такая красивая, даже если ее нужно целовать, то какая же это другая земля, земля живых, на которых правда живет. Потому что мы по обетованиям ожидаем новое небо и новую землю, на которых правда живет. Вот, дорогие друзья, пожалуй, я закончил со своим спонтанным энергетикой. Да, я, кстати, выбрал всю временную рамку. У нас остается буквально, как запланировали организаторы, я даже не думал, что я так втиснусь, как на Байконуре прям. Не зря я помянул космонавтов. Значит, у вас есть буквально там время, если при наличии желания, у вас есть время на два вопроса, и при наличии ответов я их вам озвучу. Тогда позвольте, я 15 минут потрачу именно на эту тему, это очень важная тема. Значит, мы так считаем, да, у нас в дискурсе действительно мы считаем это отрезанным ломтем, никогда уже не способным прижиться к русскому телу, но они так не считают. Недавно на украинском телевидении, львовское телевидение, сняло ролик, в котором, как бы, утром просыпается, какой-то человек молчит, сурово в виду мужик, идет, бреется, значит, у зеркала, потом одевает форму с российским шевроном, потом выходит на улицу, львовскую улицу, в центре города, возле ратуши, и над ним, на низкой высоте, прилетает российский вертолет с российскими этими, ВЗ, и как бы, и голос за кадром, галицийский диалект, говорит, вы думаете, что это невозможно? И вторая фраза, записывайся добровольцем, типа, там, воюй, там, то есть они, как раз, очень даже допускают пролет на низкой высоте русского вертолета и жизнь в центре города русского офицера, как бы, это, то есть, это даже, меня это удивляет, видимо, глубинные процессы гораздо интереснее, чем кажется. Я думаю, что нам просто нужно знать, что такое западная региона, Галиция, Львов, в истории русского мира. Например, один только факт. Там погребен Иван Федоров в Ануфриевском монастыре города Львова, православном монастыре, бывшем, сейчас это студийский монастырь греко-католиков, в старой части, в части старого города, у подножия замковой горы, там погребен Иван Федоров, дьякон Иван Федоров, и там впервые была передана теснению книга «Апостол». Это первая тесненная русскими письменными книжка. То есть уже один этот факт говорит нам, что это не какая-то чужая далекая земля, это не Бали, это наша земля. И что там было, понимаете, что там было на этой земле? Трагические события развития Руси разделили на две части. На северо-восточную и юго-западную. Как бы это прописная такая. И северо-западная тяготела к Владимиру на Клязьме, потом к Москве, вокруг Москвы сконцентрировалась. А юго-западная находилась в составе Речи Посполитой и по церковным понятиям была под Константинополем. И вот там в Украине, вот в этой, как сейчас мы говорим, так раньше не говорили, возник проект. Проект возник у поляков. Я очень штрихпунктирно вам это скажу, потом это все будете читать сами. Это грандиозная, интересная вещь. Это наши корни. Это объяснение всех проблем на самом деле. Значит, в Речи Посполитой в 16 веке шляхта сильно расшаталась. И там было просто разливанное море протестантизма. Там были кальвинисты, антитринитарии, там кто хочешь. Каждый шляхтич был маленький царек. И Польшу буквально рвало на части. И тогда туда была направлена езуитская миссия. Это был первый успешный опыт езуитов, только недавно возникших, которые решили искоренить ересь вот этой все разновидности такого протестантизма. И они успешно это сделали. Лет за 20 они создали школы. И они сказали так. То, что хорошее есть, сохраним при помощи школы. То, что плохое есть, завоюем при помощи миссии. Красивыми богослужениями, прекрасными проповедями, хорошо построенной школьной системой, монашеской жизнью. Они искоренили протестантизм в Польше. И тогда на фоне этого успеха у них родилась такая мысль. Ересь мы уничтожили. Слава Богу. Аллилуйя. Теперь осталось уничтожить схизму. Для них оставалось бельмом в глазу то, что большая часть территории Речи Посполитой заселена русинами. Это не было тогда этнонимы украинец. Это были русины, русские люди православной веры. Русские люди восточной веры. У них была идея сделать Польшу монолитным католическим государством. И они предложили проект объединения православных русинов с этой католической королевской Польшей, которая только что уничтожила у себя протестантизм. Первая в Европе. И они для этого запустили проект унии, так называемых греко-католицизм. Это то, что сейчас называется УГКЦ. Украинская греко-католическая церковь. И предательски, хитро-подло заключили унию в Риме от лица украинцев православных в лице двух предателей, двух ренегатов-епископов. И вернулись обратно туда, на русинскую землю, сказали, мы теперь будем католиками. Обряды наши остаются, церемонии наши остаются. Ксензы все бритые, но вы будете бородатые. Ксензы все не женатые, но папы будут женатые наши. То есть мы обряды оставляем, только будем поминать папу римского, он бы наш глава. И люди против этого восстали. Польша окунулась в череду кровопролитнейших и бесконечных войн, которые заняли 200 лет ее истории, после которых она была трижды разделена и исчезла с карты мира. Начиналось это тогда. И местное русское население православное воспринимало это все как войну за веру, как подлую попытку затащить миллионы простых людей в западный тогдашний проект. То есть Запад всегда хотел вовлечь наших людей в свои проекты. Только в те годы, в 17 веке, в 18 даже еще веке, в 18 может быть нет, это уже был такой просвещенный проект, а вот в те еще годы это был чисто христианский проект, когда католики могли сказать нам, да у вас все попы неграмотные, а у нас университеты, да у вас службы не пойми чего, а у нас глянь что, вот Миланский собор, вот Кельнский собор, вот такой собор, да у нас все, у нас и это, и это, у нас книгопечатание, у нас, да короче, да глянь на себя, глянь на меня, ну немытый ты человек, говорит, иди к нам, хорошо будет, но наши люди еще в далеком 16 веке, простые крестьяне русские, живущие в Галиции, занюхали в тогдашнем западе сатану, сказали нет, правда так не предлагается, правду или сам узнаешь, как бы там, или полюбишь, как бы значит, правда хитростью не преподносится, правда силы не навязывается, и они стали воевать с поляками, вместо того, чтобы покоряться им, началась длиннейшая череда войн, завершившаяся тем, что гетман Богдан Зиновий Хмельницкий, который был лично сильно оскорблен, у него была украдена и изнасилована жена, он сам был шляхтич, он очень любил польского короля, он служил польской королем, он был православный человек, хотя закончил иезуитскую школу, да они там все жили так, они учились у иезуитов, молились по православному, женились на полячках там и служили польскому королю, вот эта каша тогда еще была, вот такая непонятно, чей это есть, но Хмельницкий совершил цивилизационный выбор, он понял, что украинское это казачество, которое проявило вооруженное сопротивление польской короне, оно будет уничтожено, без серьезной помощи, а Русь только что преодолела смуту, Русь только что преодолела смуту, и у нас на престоле был второй царь из династии Романовых, новой династии, молодой, тишайший царь Алексей Михайлович, который ввязался, по-моему, в 15-летнюю войну с поляками за Украину, и была Переяславская рада, и эта вся огромная масса территорий, русских территорий, православных территорий, добровольно вошла под русскую корону, а Запад остался невзятым. А что было на Западе? Там были те же люди, просто они жили во Львове или в других, допустим, в Вильно или в Луцке, и там они говорили полупопольский, полупорусский, но молились по церковнославянски. Когда унию заключили, то еще сто с лишним лет, по-моему, 110 лет, галецкие русины боролись за православную веру. То есть галецкие русины проявили себя как Брестская, это была Брестская крепость 17 века. То есть они в полном окружении католического мира, еще сто с лишним лет, то есть четыре поколения, они сохраняли православную веру. Когда везде уже было православие, там дальше, там Волынь, там, значит, Левобережье, там и все остальное. И Русь поднималась уже при Романовых, это было очевидно, это был серьезнейший геополитический игрок. А эти, как Брестская крепость были в окружении. И они сломались на каком-то этапе. И у них осталась эта великая обида и великая упертость. Они стали греко-католиками. Говорят, мы сохраним свои обряды, мы сохраним свое, мы не сохранили даже свое название, они даже свои молитвенники печатали, значит, там, митрополит, там, Львовский, Галецкий, митрополит всея России. Они до 18-19 века таким языком пользовались. Но у них, конечно, есть историческая обида и историческая упертость. И потом они с жаром стали греко-католиками. Они стали отстаивать свой греко-католицизм, они стали защищать его, там, противление Рима-католицизму. Потом у них, там, на Западной Украине, при Австро-Венгрии в 19 веке возникло целое огромное движение, называемое русофилы или москвофилы. Поляки решили опять сделать всех украинцев как бы, значит, или, ну, западными людьми. Решили заменить нашу с вами азбуку, Кириллу Мефодиевскую, на польскую азбуку, которую украинцы назвали АБЦАДЛО, то есть АБЦД. То есть у нас азбуки ВЕДИ, альфа ВИТА, а у них АБЦ, говорят АБЦАДЛО. Была борьба за АБЦАДЛО, чтобы русские, как хорваты сегодня в Сербии, чтобы они писали латинскими буквами. Вся украинская интеллигенция на дыбы встала. И националисты, и москвофилы, говорят, ни в коем случае, только Кириллу Мефодиевский текст. Только это наш язык. Потом у них были, собственно, потом был выдуман как раз термин украинства. Термин украинства был изобретен в 19 веке в Австрии теоретиками генерального штаба. Успешно был выдуман. Там же были первые концлагери. Насколько это близко все к нам? Смотрите, как близко. Иван Федоров, апостол Львов. Смотрите, собиратель, хранитель, объяснитель русской иконы, русской древности, иконописной древности. Игорь Грабарь. Мало кто не знает Игоря Грабаря, кто не слышал где-то. Это масштабнейшая фигура в искусствоведении. Его мама Ольга Грабарь. Это галецкая русинка, которая вошла в историю благодаря тому, что она была первым подсудимым в Австрийской империи за желание соединить Русь Галецкую с Русью Московской. Москвофилы говорили, мы часть огромного народа. Конечно, русский язык диалектически очень богат. Есть диалект белорусский, есть диалект галецкий, есть диалекты разные, там, новгородский, смоленский. Мы являемся диалектной группой большого русского языка. По вере мы православные люди, насильно отторгнутые в католицизм. По психологии, по менталитету, по всем внутренним установкам мы такие же, как Великая Россия. И в те годы издавались такие книжки с обоих сторон читаемые. На одной стороне стихи Пушкина, на второй стороне стихи Шевченки. Вот наши поэты. Вот стихи Шевченка, вот стихи Пушкина. В принципе, не готовясь, можно читать и то, и другое. Любому человеку. Было движение этих москвофилов. Австрийская империя видела в них большую политическую опасность. Когда началась Первая мировая война, их просто всех сгноили в концлагерях как внутреннюю пятую колонну и погибло с несколько десятков до сотен тысяч галлицкой интеллигенции, которые хотели быть русскими людьми. А еще до войны Ольга Грабарь, мама Игоря Грабаря, была первым фигурантом судебного процесса в Австро-Венгрии, где она в плане защиты смогла высказать эту простейшую идею, что мы здесь живущие во Львове, Ивано-Франковске, Бориславе, Торнополе, вот это все, потом Восточная Польша, там часть, там вот это все. Мы, русские, православные люди, хотим быть с матерью. Ну то, что сказано было, что вернуться в родную гавань. И потом ей пришлось покинуть Галичино и приехать в Россию и здесь остаться. Насколько это близко все, это просто какая-то далекая история на другой плане. Это наша история. Потому что Игорь Грабарь это история Москвы 40-х, 50-х, 60-х годов. И так далее. И вот на сегодняшний момент получилось следующее. Галичина остается русским регионом и православными русскими людьми населена в том числе. Но за это время селекционно вывелся новый тип украинца, новый тип галичанина, который отличается от всех видов украинцев, существующих где бы то еще. Еще раз говорю, в Канаде они являются тождественными. Это именно анти... Главное здесь, как у Кучмы, Украина не Россия, это антирусский вектор, это специфический диалектный разговор, перенасыщенный венгерской, немецкой лексикой и польской. Специфический разговор, потому что украинец средний Львов-Вянин не понимает. Как, например, Львов-Вянин не понимает Закарпатца. Эти просто на венгерском разговаривают. И вот эти вот три области исторические, Львов-Ивано-Франковск и Тернополь, они превратились за, шутка сказать, за 300, за четыре, за 300 с лишним, 350 лет, в форпост идеологического украинства, который на фоне общего незнания истории, на фоне общих таких-то, таких легких, таких агрессивных нарративов, на фоне борьбы Запада с нами, как бы, они превратили их в янычарскую колонну. Вы же помните, да, что самые жуткие воины, это те, которые, собственно, по крови твои. Янычарские подразделения на налог кровью, которые брали турки у православных народов, Балкан, из них формировали потом самые боеспособные, самые нетерпимые, самые, ну, самые такие пассионарные, такие воюющие подразделения. Вот, собственно, тот же самый проект. Галичина стала самым пассионарным антироссийским проектом коллективного Запада. Польши, Австрии, ныне НАТО, глобального Запада. хотя внутри, что там у них, знаете, человек сам про себя не знает, что в нем там живет до конца. И, исходя из этих реклам, с которой я начал, то я вам говорю, что они сами еще до конца не знают, кто они и каким будет их будущее. А то, что там есть много наших, ох, это я вам обещаю. Ну, как много, если их там будет сто, это будет много. Потому что, если, например, там один Игорь Грабарь, это больше, чем дивизия на фронте. А там еще кладбища все засыпаны, засеяны мертвыми телами русских людей. Потому что цивилизация границами своими имеет не только ныне живущих русских людей, она имеет своими границами могилы русских солдат и просто русских людей. А там этих русских людей много-много поколений. они по-русски молились и с последним вздохом, и с последним выдохом произносили последнее слово Иисусе, Иисусе, и ложились в землю в эту, как православные люди. Поэтому это, конечно, с духовной точки зрения, это границы нашей цивилизации тоже. Вот вкратце, а сложность этого характера обусловливается фронтиром. Это фронтир, значит, и это объект многовековых неперестающих манипуляций. Ну и роль им выбрали давно. Они ее теперь начали отрабатывать наиболее активно. Это самое яростное сопротивление России. Именно потому-то оно и яростно, что они братья с нами. Я еще раз повторяю последний пассаж этот, позволю себе. Вот про гениальность Гоголя. Вот все это описано. Он же не знал, что написал. Ведь нормальный художник не знает, что он пишет. Для этого нужна критика. Понять, что написал великий художник может только великий критик. Это и в музыке, и в живописи. Это везде. Если бы не было там, скажем, Резкина, там не было бы про Рафаэлитов, если бы не было там какого-то там еще там импресарио, не было бы Моцарта, нужен знаток, который видит глубже. То есть, как там Пушкин говорит, ты Моцарт, бог, но сам того не знаешь. Так вот, Гоголь написал гораздо больше, чем понял. Он сказал больше, чем сам знал. От этого, он может быть и умер. Его раздавило то, что он не понимал, но говорил. У Гоголя, как вы помните, в Тарасе Бульбе есть два родных брата. Они единоутробные и единокровные. То есть, там и семя, и утроба, и кровь, и воспитание, все одинаковое. Мама одна, и папа один. Это реальный Каин и Авель. Остап и Андрей. И они получили одинаковое образование. Они формировали свое юношеское мировоззрение в Киево-Печерской лавре, в Бурсе, в училище духовном. То есть, монахи, священники с них не вышли, они убежали на степь. И они там, батька говорит, ну, парни подросли, пора турков бить, как вы помните. Ну, а тут турков бить нельзя, мы поклялись с ними не воевать. И как раз подоспело как бы насилие униатов на Галичине, над православными христианами. И эта пассионарная энергия казаков нашла выход. Будем бить вот этих. Значит, и они идут воевать с поляками. И Андрей влюбляется в полячку. Значит, совершается, Гоголь изображает нам такую картину, когда человек, ну, любовь, она же, это же не секторальное явление, она имеет тенденцию заполнять всего человека. То есть, она меняет полностью. Нельзя любить где-то так на верхних этажах сознания. Любить можно так как от макушки до пяток, как писал поэт, чтобы пломбы в пасте плавились от страсти. Андрей так и любит. Он иначе любить не умеет. Он любит полячку, а вместе с полячкой он любит ее язык, ее народ, ее веру, и он становится предателем. И он не может теперь не воевать с теми, кто воюет с поляками. То есть, то есть, это любовь просто к женщине рождает в нем великий источник энергии для войны со своими братьями, отцом, матерью, со всеми, кто был ему вчера близок. Он хорошо воюет? Хорошо. Он сечет своих, как сумасшедший. Он хорошо заканчивает? Нет. Его убивает отец. Говорит, что ж тебе под лес мало было? Говорит, ну, это сакаментальная фраза, что я тебе породил, я тебя убью. Отец убивает, Андрей будет убит отцом. Остап остается с отцом. Там вообще, там есть такие, батьку, слышишь ли меня, это такой, как отсылка к Голгофе, значит, боже мой, боже мой, что ты меня оставил. То есть, такой Остап мученик. Значит, история прописана еще за 150-200 лет до ее возникновения. То есть, Гоголь нам описал это, во что превращается любовь к запретному или к любовь к чужому. А поскольку славянин, как бы он безбрежный, то он уже влюбляется, так уже в доску влюбляется. Тогда он становится врагом для всех своих. Вот это сделали с украинцами. Они в доску влюбились в западный рай, которого нет. Они влюбились в мультфильм, в рекламный ролик, там, в что-то еще. Но влюбились. И влюбились полностью. Отрезвление может приходить к кому-то как-то через там болезнь, смерть, одиночество, кому-то через войну, потерю, страх, кому-то и может не приходить никогда. Но мы имеем именно этот прописанный Гоголем факт. Полюбивший чужое ненавидит свое. Ненавидящий свое обнажает меч на свое. Обнаживший меч на свое будет убит непременно. Причем убит сакрально. То есть не просто там в сече зарубили его случайно, случайной стрелой, случайной пулей. Нет. Лицом к лицу отец сыну скажет последние слова и сделает так, чтобы душа его покинула этот мир. Это все, если хотите, Гоголь. Мы литература центричная страна. Мы развиваемся по нотам, которые уже написаны. Про нас уже все сказали. Иногда те, кто даже не понимали, что они сказали, уже сказали нам сценарий, написали будущее. Так что все очень серьезно, все очень близко. Это значит, что эта тема должна быть нами понятна, понятна, прочитана. Когда, например, вы говорите, что корень всех украинских проблем это уния. Что такое уния? Уния это насильственный проект соединения православных русинов на Галичине с католической церковью в конце 16 века. Ну и что? Это как все равно, что говоришь, в 17 веке Русь была тяжелейшей, потрясена, например, темой раскола. Что такое раскол? Ну это, когда Никон сказал, там не двумя перстами, а тремя, не послал, не противосолонь, там насчет такой, и не два раза аллилуйя, а три раза аллилуйя. Что и все, что ли? И все? Ну вроде бы как бы все для атеистического сознания, вроде бы и все, но это поменяло полностью страну и заложило фундаменты будущих потрясений. А неверующий этого не понимает, потому что у него нету в аппарате, в мыслительном аппарате нету способности растворять и анализировать эти все вещи. Так же и с Украиной. Уния лежит в фундаменте всех ее проблем. Дело в том, что в 19 веке украинцы разделялись, как у нас в 19 веке интеллигенция делилась на западников и славянофилов, украинская интеллигенция, галецкая украинская интеллигенция делилась на москвофилов и украинцев, собственно, потому что москвофилы себя украинцами не называли. Злейшая, это не ирония, злейшая гримаса судьбы заключается в том, что при начале возникновения москвофилов травили и поляки, и австрийцы, и сами украинцы. Потом, когда советская власть пришла к власти в Российской империи, бывшей, и Россия трансформировалась в СССР, СССР очень милостиво относился к украинцам и очень жестоко относился к москвофилам. Вот тогда мы потеряли всю социальную базу на Галичине. Тогда все те, кто любил Москву, еще живя там, разговаривая на этом галецком диалекте, зная то и другое, они были либо сосланы, либо бежали, либо сгинули в этом коловерте это историческое. И потом тоже советская историография много говорила про украинцев, про того же Шевченко, вон, пожалуйста, и памятники, и набережные, и все на свете. И ничего не знают про москвофилов. То есть это советские пробелы в истории, они подвергают этому какому-то преступному умолчанию, подлинную историю Галичины, которая и дает нам понять, какие силы там встречаются и что там происходит. Но мы даже этого не знаем. То есть от нас советская историография украла эту ценнейшую правду. Мы делаем вид, что дело все там, деньги, нефть, какая нефть. Галичанин за нефть не воюет, он не знает, что это такое. Галичанин воюет за картинку будущего, за тот ложный образ земного рая, который ему настырно впихнули, он полюбил его. В общем, мы имеем дело с Остапом и Андреем. И скоро отец убьет своего младшего сына. Но мы должны понимать, что происходит. Мы должны же понимать, что происходит. А вот тема русофилов, москвофилов, и их печальной судьбы и в советскую эпоху особенно, как бы, предание их забвению, это тема, которая нужна очень сильно быть поднята, и без нее не понятно ничего. И тема унии, это тема вообще серьезного предметного разбора, религиоведческого, исторического, психологического, она даст нам понять, с кем мы воюем. Когда у тебя будет воевать какой-нибудь батальон, например, имени Степана Кульчицкого, какой-то педроздил в честь Марии Снижной, ты будешь понимать, кто это такие? Это галичане со своим менталитетом, идеологией, своей историей, если ты не будешь знать, кто это, то ты не сможешь успешно раскурочить их по дарях. В общем, как вы понимаете, мы открыли целый ряд дверей, в которые нужно заходить с творческим желанием заниматься работой. Мы рекрутированы на умную войну, и в этой умной войне с именем Иисуса Христа мы должны победить, помогай нам Господи. Спасибо за внимание.